Животноводство и растеневодство – одни из ключевых отраслей сельского хозяйства. Лев Барганжа, проживающий в городе Гагра, уже давно разводит коров и развивает молочное направление. Благодаря сельскохозяйственной программе, осуществляемой администрацией Гагрского района, у фермера появилась возможность приобрести крупный рогатый скот, доильный аппарат и корм на общую сумму 1 миллион рублей. Я узнал о программе от друзей, от нашего городского депутата Эдуарда Харазя. Дальше мы пошли вместе в администрацию, обратились и там нам сказали, какие нужно документы собрать. Мы начали собирать, собрали, бизнес-план составили и подали на развитие вот этого всего. Как видите, все хорошо, все прекрасно. И спасибо большое комиссии, которые одобрили нам и главе Гагрского района. Спасибо большое. Реализация данной сельскохозяйственной программы началась в 2023 году. Из 25 заявок было одобрено 23. 8 проектов по животноводству, 15 по растеневодству. Семье Мукба, проживающей в городе Питсунда в районе цитрусового совхоза, было выделено 280 тысяч рублей. Обратились в администрацию города Кагра, в сельхозотдел, где нас приняли. Мы им предложили свои варианты, они помогли нам, приехали на место, посмотрели сад. Мы занимаемся этим не первый год. То есть, вот вы видите, здесь сад, он как и старые деревья, и молотые. Около этим деревьям старым около 80 лет уже. Высадку новых корней мы в количестве 300 штук осуществили. Это фихуа, мандарины, инжир, также персик и сливы. Не было такого, знаете, как нам выделили там помощь финансовую, или помогли составлением проекта, и все, отвернулись. Каждый раз, с любым вопросом, в любой день вы можете к ним прийти. Они всегда помогут, выслушают, какие-то свои идеи вносят. В селе Аллахадзе в рамках программы на участке 60 соток высадили мандарины. Два вида саженцев – черешни, инжир и виноград. Крупный проект реализуется и в поселке Бзепта в микрорайоне Аспа. Здесь высажено 250 корней фруктово-садовых деревьев, два вида хурмы, четыре вида груши и 13 сортов яблок. Урожай ожидается на третий год. Это все было также засажено лесом. Это все нужно было срезать, скорчевать и так далее, на что нужны были большие средства. То бишь это было в пане, но не одного дня, скажем так. Ну а покуда была такая программа, появилась, конечно, это было очень прекрасно со стороны администрации города Гагры. Это хорошая помощь, я считаю так. Особое спасибо хочу сказать опять-таки главе администрации Хагуш Юрия. В поселке Цандрипш проживает семья Анатолия Горбунова. Возвышенность, скалистые горы, покрытые снегом и необыкновенный вид на море. Именно в таком месте реализуется проект Анатолия, на который ему было выделено 500 тысяч рублей. Здесь будет винодельческое хозяйство. Сначала нужно вырастить винограды, хорошие технические сорта виноградов, потом построится винодельная, будет вино. И, конечно, это будет такой небольшой туристический кластер. Сюда будут приезжать туристы отовсюду, пробовать, дегустировать наши абхазские вины. Сегодняшний день пока из реализованных посажено полтора гектара винограда, мальбек, шардоне и кабернефран. И подготовились вот на весну, опять же, благодаря помощи. Мы закупили саженцы, ждем, придут саженцы, будем досаживать еще белыми сортами винограды. Я думаю, здесь, в республике, это архиважно. Вот именно заниматься сельским хозяйством, потому что, понятно, что мы не будем космические корабли здесь строить, а вот сельское хозяйство – это именно та тема, которая здесь нужна. Сельское хозяйство – важная отрасль экономики, обеспечивающая продовольственную безопасность страны. Эта сфера находится перед вызовами, которые требуют новых технологий и подходов для обеспечения устойчивого развития. А данная программа стимулирует заниматься сельским хозяйством. Финансирование данного проекта постепенно будет увеличиваться. Нужно будет просто нам обратить внимание, чтобы наши граждане, которые участвуют в этом проекте, показали хороший результат. Как будет хороший результат, так и мы готовы и дальше продолжать поддерживать их в их начинаниях. Также следует отметить, что у нас в районе действует и республиканская программа по поддержке сельского хозяйства. С 2021 года по 2023 год ими было профинансировано около 20 проектов на сумму свыше 7 миллионов рублей. Хочется подчеркнуть, что государство готово помогать и поддерживать наших граждан, которые решили себя реализовать в этом направлении. Даже на примере Гагарского района можно обратить на это внимание. Реализация сельскохозяйственной программы, которая направлена на поддержку и развитие села, осуществляемая администрацией Гагарского района, будет продолжена и в 2024 году. Сарья Кварацхеля, Тимур Кови, Абхазское телевидение.